Привет всем, дорогие друзья! И сегодня вас ждет необычный эпизод. Сегодня мы вам покажем совершенно новый город, который, я уверена, вас очарует. Здесь мы увидим крепость Икром, Паганкиной палаты, Троицкий собор, Мирожский монастырь. Догадались? Я не уверена, что сама бы догадалась. Итак, мы находимся в Пскове. Ну что, пойдем посмотрим, чем нас очарует этот город. Поехали! Пскову свыше 1100 лет. Псков стоит на реке под названием Великая. Также здесь протекает река Пскова. Мы сейчас находимся в месте слияния двух рек – Великой и Псковы. В Пскове сохранилось очень много старинных соборов. И интересно понаблюдать, как они вписываются в современный облик города. Средневековый Псков называют республикой. Здесь была своя демократическая система. Также средневековый Псков напоминает по своему политическому устройству итальянские города-коммуны – Венецию, Флоренцию и другие. А давайте узнаем у псковичей, за что они любят Псков и куда посоветуют нам сходить. За что вы любите Псков? За... Красивый, очень красивый город. Очень уютный. Наверное, за то, что здесь как бы очень красиво. А за что вы его любите? За красоту, старину. Псков самый красивый, один из древних городов на Руси. Богат своей архитектурой, храмами. Ну, такой... И в истории он напоминается как дом бога на земле. Я очень люблю Псков, потому что здесь живет моя семья, мои родные, мои друзья. Также мне очень нравится, что это очень маленький, тихий, такой экологически чистый город. И в отличие от Петербурга и Москвы, здесь очень спокойно. Скажите, а что бы вы посоветовали туристам посетить в Пскове? Безусловно, Кремль. Это сакральная часть всей Псковской земли. Мирожский собор, Спасо-Преображенский Мирожский собор, фрески XII века. Что бы вы посоветовали туристам посетить в Пскове? Наверное, Тройский собор, набережную Золотую. Интересно, вот во всякие наши храмы, Изборск. Мы тоже всех гостей, приезжих сначала возим гулять по историческим районам, а потом уже в самом городе чисто погулять. Туристам что бы посоветовали посетить в Пскове? Ну, наверное, Кремль первым делом. Наши соборы. Изборск, Печоры. Я бы, наверное, посоветовала бы посетить бы Кремль. Наш финский парк, набережная. Ну, да. Снитогорский монастырь Рождества Пресвятой Богородицы. Фрески наших псковских мастеров XIII века. Ну, это, наверное, самое основное. Мы находимся напротив Псковского крома. Так называется Псковский Кремль. Это сердце Пскова. Прямо возле Псковского крома располагается Давмонтов город. Именно здесь мы можем увидеть каменные основания древнерусских храмов, которые были обнаружены при раскопках. В Псковском кроме находится Троицкий собор. Это главный собор города. Псковская крепость была одна из самых мощных на Руси и в России. Она была неприступна на протяжении сотен лет. Общая протяженность каменных стен составляла 9 километров. Не забудьте подписаться и поддержать нас через Patreon или другие удобные для вас платформы. Нашим патронам мы предоставляем доступ к полезным материалам для изучения русского языка каждому эпизоду. За более подробной информацией переходите по ссылкам в описании и поддерживайте нас. Мы находимся возле Паганкиных палат. Паганкиные палаты это купеческий дом 17 века. Сейчас здесь находится главный Псковский музей. В Псковских музеях широко представлены археологические находки, прикладное искусство и средневековая иконопись. В Пскове и возле Пскова можно найти очень много монастырей. Мы находимся напротив Мирожского монастыря, который был основан в 12 веке. Ну что, пойдем посмотрим? Мы сейчас находимся в Мирожском монастыре. Именно здесь находится храм, в котором сохранились фрески 12 века, сделанные греками. Как вы можете заметить, часть фресок до сих пор находится на реставрации, например, купол. Нас застал дождь, поэтому нужно срочно спасаться. В Пскове очень много зданий советской постройки. Также здесь сохранились здания 18 и 19 века, современные здания и рядом со всем этим средневековые постройки. Такой диалог эпох. Вдоль реки Псковы проходит ряд современных парков, в которых очень приятно погулять и отдохнуть. Интересно, что можно зайти в обыкновенный двор и совершенно случайно там найти храм 16 века. История прямо у вас под окном. Побывать в Пскове и не зайти в местные пекарни и столовые это большое упущение. Именно сейчас мы пойдем куда? Да, мы пойдем в лакомку и найдем там что-нибудь вкусненькое. Сердито, дешево и очень вкусно. А под вечер очень приятно и романтично прогуляться по Псковской набережной, вдоль которой течет река Великая и тянутся крепостные стены. Большое спасибо за просмотр и большое спасибо нашим Пэтринам за поддержку. А также подписывайтесь на наш канал и группы в социальных сетях. И напишите нам в комментариях, какой город вы бы хотели посмотреть еще. Пока! Субтитры подогнал «Симон»